Светлану Светличену все же похоронили на Аллее Славы Тройкуровского, кладбище не на Ваганьковском, как ранее сообщалось, рядом с сыном и мужем. Фотографировать журналистам не запрещали, именно поэтому в интернете появились снимки, где отчетливо видно, как заслуженная артистка лежит в гробу. Думаю, однозначно это правильно, потому что если человека любили, если знаменитый человек, то его хотели увидеть и проститься с ним очень многие, но не у всех была возможность приехать на прощание в Дом кино. К гробу пришел актер Александр Панкратов-Черный, он признал, что по-доброму называл Светличену светличком. Каждая встреча была веселой, я Свете Кликуху придумал светлячок, маленький светлячок бесценен в огромной темноте. Когда мы с Володей, муж Светличный, встречались, говорил, передавай светлячку привет, он отвечал, обязательно скажу, светлячок, светись, Панкратов-Черный передавал тебе привет. Подметил, что актриса была очень теплой и доброй по отношению к коллегам. На прощание была также светская левица Алена Кравец и Прохор Шаляпин, с которым очень хорошо дружила Светличная, и заявил Прохор, что ходили друг к другу в гости, да и раков-то поедали. Светлана Светличная умерла, когда было 84 года, была опухоль в мозге. Официальная же причина смерти сердечным сосудистой недостаточности на фоне рака, плюс была деменция, болезнь Альцгеймера. Шаляпин подметил, что 84 года для женщины небольшой возраст, но не всем дано дожить до него и поблагодарил за эти годы. Сняла Светлана Светличная более чем в 40 фильмах, но самую мощную популярность принес в фильме «Бриллиантовая рука», где она говорила фразу «Не виноватая я». Конечно, очень печально, что всем они вечны, и никто не знает, что будет дальше, новая жизнь или вечная пустота. Что думаете по этому поводу? Напишите ваши комментарии под этим видео, да вообще, конечно, оцените его, чтобы увидели и другие. Можете подписаться, вместе обсуждаем самые яркие темы, каким бы они ни были. От меня искреннее соболезнование родным и близким Светланы Светличной. Спасибо, что со мной, с вами Жан Содель, до встречи, берегите свое здоровье.